Более 10 лет назад, очарованная рассказами о Нью-Йорке, я приехала сюда искать удачу. Работая в корпорациях и наблюдая за жизнью американцев, я удивлялась тому, что почти недосягаемым оставался город для тех, кто вырос на его окраинах. Здесь, в самых бедных и криминальных кварталах, не отмеченных на туристических картах достопримечательностей Америки, рождается рэп. Песни гетто о насилии и разбитых семьях, об одиноких матерях и отчаянии, о шальных пулях и убийствах. Сегодня творчество рэперов приносит миллиарды музыкальным корпорациям. В этом фольклоре изгоев, помимо смачной матерщины, злости и осуждения вырастившей их системы. Возможно, чтобы по-настоящему понять другую страну, надо попасть в самые бедные районы самого богатого ее города. Субтитры создавал DimaTorzok Каждую неделю администрация устраивает в спортивном зале воскресные службы. Мероприятие это необязательное, но единственное, которое добровольно посещает все 210 заключенных колонии. Мероприятие это необязательное, но единственное, которое для нас не будет. а а а это шака и ее сын мустафа мы протестировали на отцовство восемь парней и ни один из них не является отцом этого ребенка тебе нечего стыдиться утешает добрый телеведущий мари ежедневно он выводит на сцену для развлечения американских домохозяек потерянных девчонок-подростков переспав с десятком парней они не знают кто является от сами их детей прилюдные поиски отцов новорожденных жителей гетто пользуется невероятным зрительским успехом и 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 отбывают сроки в подростковых колониях. Раньше мы имели дело с 30-летними матерями. Теперь у нас бабушки в таком возрасте. Многие из этих девочек повторяют путь своих матерей. Идти им без образования работы некуда. В Нью-Йорке огромный дефицит дешевого жилья. И почти полмиллиона ежегодно оказываются на улице. Несмотря на все возрастающее количество бездомных, правительство города сократило число ночлежек в три раза. Приют «Кабинет Хаус» расположен в престижном районе Манхэттена. Не окажись, эти девчонки с ребенком на руках в 15 лет, никогда бы не жили они рядом с шикарной Пятой Абеню. Расписание здесь строгое. Подъем в 6 утра. Завтрак. Для детей в приюте устроены ясли и детский сад. Школьница-мама с 9 утра на уроках. После занятий обед. Типичное американское меню. Чизбургер и картофель фри. Это не гетто. До полуночи не побегаешь по улицам. Спать укладывают в 8 вечера. Многие очень недовольны, но терпят. А слушание может привести к лишению малолетней мамаши родительских прав. И тогда ребенок отправляется в приют для сирот. Скажу честно, здесь много запретов и правил. А я не люблю правила. Но это моя единственная возможность встать на программу по квартире. Иначе соцработники опять отберут у меня ребенка. Они уже делали это. И моя дочь провела в детдоме 2 месяца. Я сбежала из дома из-за ссоры с отчимом. Моя мать наркоманка. И когда она легла на лечение в клинику, этот придурок стал приставать ко мне. А я попала сюда из-за своей матери. Она очень строгая и часто меня била, если ей что-то не нравилось. Однажды она чуть не убила меня. Я собрала вещи и ушла из дому. А вы не жалеете, что родили детей в 15 лет? А в чем тут проблема? Что такого, что мы рожаем детей? Просто мы все нуждаемся в любви. Да, да, это все из-за отсутствия любви в наших семьях. Родители не уделяют нам должного внимания. Очень мало времени они проводят с нами, и все сидят на наркоте. У меня есть только одна подруга, у которой мать действительно заботливая. А ведь между матерью и дочерью должно быть взаимопонимание. Да, оно у нас было, когда мать напивалась. Тогда ей все казалось прекрасным. А потом она трезвела и вообще ничего не понимала. Среди всех обитательниц Кавенет Хаус особенно выделялась одна. Это редкость встретить в таком месте белокожую американку, да еще с двумя детьми. Керри – сирота. Своих родителей она не знает. Ее отдали в приют в два года. Говорит, что где-то в центре Манхэттена живет и работает ее настоящий отец, но идти к нему она боится. Приемные родители прогнали Керри из дома, так как ее поведение не соответствовало их глубоким религиозным убеждениям. Они католики. От мужа Керри ушла, он ее бил. И вот уже два года скитается по ночлежкам. Конечно, подросткам приходится нелегко, но они всегда могут рассчитывать на нашу помощь. Мы открыты круглосуточно, 7 дней в неделю. Кавенет Хаус существует уже 50 лет. Есть филиалы почти во всех крупных городах США. 80% финансирования наших программ идет от частных пожертвований. В основном американцев, католиков среднего и пожилого возраста. Но есть особая категория подростков, которые не просто прийти в приют и попросить о помощи. 10 лет подряд сотрудники Кавенет Хаус ежедневно выезжают на ночной рейд в поисках бездомных подростков-наркоманов, зарабатывающих на улицах Нью-Йорка проституцией. Субтитры сделал DimaTorzok Однажды мы подобрали парня у метро. Он сам нам позвонил. Целый час сидел зимой под лестницей, в чем мать родила. Оказалось, что Джоне, то есть голубые, сняли его, попользовались, ничего ему не заплатив, да еще и отобрали у него все деньги и одежду. За 14 лет работы я всякое видел. Но даже я удивился, когда на следующий же вечер застал его опять в поисках клиентов. А ведь клялся, что завяжет. Наш маршрут проходит через весь Нью-Йорк, от самых темных индустриальных улиц Южного Бронкса до фешенебельных районов Манхэттена. Ограниченные в своих возможностях сотрудники Каминет Хаус не имеют права никого принуждать. Даже вести воспитательные беседы о вреде проституции они боятся. Доверие детей для них важно. Нельзя напугать подростка, больше он к ним никогда не подойдет. Если кто-то из ребят захочет новой жизни, они сами придут в приют. Но такое почти никогда не случается. Понимаете, если подросток зарабатывает проституцией на улицах Нью-Йорка, скорее всего, он делает неплохие деньги. 200-300 баксов за вечер. Для такого парня прийти в Каминет Хаус непросто. У нас есть дисциплина и свои правила. Он должен посещать занятия. Я же не кладу им деньги в карман просто так. А деньги им нужны, потому что почти 100% из них наркоманы со стажем. Девицы еще как-то сдерживаются. Вернее, за ними следят сутенеры, чтобы товар не попортился. А парни и начинают часто с того, что сами продают наркотики. Потом подсаживаются на них и уже в поисках денег на крэк идут с собой торговать. В дорогом и благополучном районе Вич-Вилледж, где мальчиков снимают богатые геи, мы побеседовали с одним из таких парней. Я сплю с мужчинами, потому что они мне нравятся. Но есть ребята, которые делают это только из-за денег. Тяжело было в первый раз? Год назад, да. А тебе не страшно иногда? Да. А какой возраст у мужчин? 30-40 лет, средний. Кто-то говорит со мной, кто только так, по делу. А ты был когда-нибудь влюблен? Да, в свою жену. Но теперь мы расстались. Интересно, ты был влюблен в женщину, но тебе нравятся мужчины? Да, мужчины мне нравились всю жизнь. А как ты видишь свое будущее? Собираюсь уехать и завязать с этим. Я подсел на наркотики, потерял уважение к себе. Думаю, это ужасно торговать собой. Я годами кололся. Но больше не хочу. Сегодня ходил в церковь. Ведь скоро Рождество. Что будешь делать сегодня вечером? Останешься на углу? Да. Но это ведь люди, которых я уже знаю. Есть один пожилой мужчина. Он заботится обо мне. И хорошо платит. Клод, вы верите в обещания этого подростка? Нет. Я такое слышу каждый вечер. Иногда они завязывают. Но это очень непросто вырваться из зависимости денег и наркотиков. Он не врет. Он хочет в это верить, как и остальные ребята. Иногда они приходят к нам, но снова уходят, пока не опустятся до такой степени, что никто не станет их покупать. Он сказал, что ходит в церковь. По-моему, это единственный путь. Другого у них нет. Только Бог может им помочь. Не просто им. А что это за люди, которые их покупают? Джоны. Так мы называем этих извращенцев. Ведь многие из них имеют жены, детей. Своих тайных демонов они удовлетворяют здесь, на улице. Или в машине, чтобы в семье никто не догадался. А полиции трудно их поймать? Нет, совсем не трудно. Полиции про это все хорошо известно. Они отнимают у них машины, могут задержать дня на два, и потом отпускают. Что они еще могут с ними сделать? Но ведь они покупают для секса несовершеннолетних. Разве это не преступление? Я не уверен в букве закона, но за мои 14 лет не припомню случая, чтобы кому-нибудь дали срок. Самую большую, неделю, и все. Но ведь сейчас по Америке идут аресты католических священников, обвиняемых в растлении малолетних. Почему же не арестовывают тех, кто регулярно платит за подростковую проституцию? Ведь пока есть спрос, будет и предложение. Верно. И это касается всей нашей жизни. О этих скрытых извращенцев все местные подростки знают лицо. Но их слишком много. Ну, значит, у полицейских не будет проблем для сбора серьезных улик? Ну, какой полицейский департамент захочет тратить на все это время? Наш не будет. Ночной рейд закончился. За окнами нашей машины мелькали тускло освещенные кварталы с заброшенными заводами. В эту ночь сотрудники Кавенет Хаус никого не спасли. Может, это привилегия свободной страны не принуждать к лучшей жизни? Продолжение следует... Днем район Гринвич-Вилледж выглядит очень благообразно. Почтенные его обитатели живут размеренной жизнью. Пьют кофе в маленьких уличных ресторанчиках, разводят цветники на крышах домов, выгуливают четвероноких друзей. К вечеру, когда пестрый квартал переполняется туристами из разных стран мира, почтенные Джоны, как принято называть голубых покупателей молодого тела, выходят на охоту. Отделение районного полицейского участка находится буквально в двух шагах от злачного места. Но, несмотря на близкое соседство с полицией, съемный угол не меняет своего местонахождения уже 10 лет. Глава полицейского участка в Гринвич-Вилледж выслушал наш рассказ и признался, что знает о происходящем на соседнем углу вверенного ему района. Голубые всегда там толкутся. Мы их десятками арестовываем и по многу раз одних и тех же. Но так как они не совершают криминального преступления, их через 10 дней отпускают на свободу. А вы знаете, кто такие Джоны? Да, это люди, которые покупают товар. А почему вы не арестовываете их? Арестовываем и даже забираем у них машины, тем самым нанося им материальный ущерб. Но Джон никогда не получит тюремный срок. Как? Ведь они покупают несовершеннолетних. Я не располагаю такой информацией. Не так уж они все молодые. Их принято называть мальчиками, но это совершеннолетние ребята, просто молодо выглядят. Так значит, для Джонов вообще не предусмотрено серьезного наказания? Ну, знаете, просидеть в отделении два дня и потерять дорогую машину, это что-то значит. Да и вообще, в тюрьме не очень-то приятно. Даже два часа. В вашем районе самая большая гей-община в Нью-Йорке. А у нас и среди полицейских немало геев. Начиная от простого офицера и до капитана полиции. И они помогают в разъяснительной работе с полицейскими традиционной ориентацией. А к чему вы их готовите на курсах? Я не гей, я семейный человек, но не люблю предвзятого отношения к людям. Наши сотрудники проходят подготовку в полицейской академии. И многие из общин геев, трансвеститов и транссексуалов приходят читать туда лекции. У нас необычный район. Даже сенатор у нас гей. И мы должны соблюдать их культурные особенности. А как вы обращаетесь к тем, кто изменил сексуальную ориентацию? Если он хочет, чтобы мы его называли «она», а они, как правило, это предпочитают, мы обращаемся к нему как к ней. Перед законом все равны. Главное – не нарушать его. Все остальное – частная жизнь. Трудно логически объяснить происходящее. Сотни тысяч подростков отбывают многолетние тюремные сроки за продажу наркотиков. Но Джонов, покупающих товар и самих продавцов, полиция наказывать не может. Вообще сложилось впечатление, что глава полицейского департамента пытался свести беседу к терпимости между группами разной сексуальной ориентации, гордо объявив нам, что в его департаменте работает 10% полицейских геев. Департамент «Ребенок-транспорт» Департамент «Ребенок-транспорт» в годы моего детства просто не существовало. И думаю, объявить подобное заболевание им бы сразу занялись врачи. Но для здешних знатоков детских душ такое явление не болезнь. Политика терпимости к нетрадиционной сексуальной ориентации поставлена в США на государственную платформу. Вот уже несколько лет из федеральных средств финансируется программа спецдомов для малолетних геев. Один из таких приютов находится в районе Челси, где проживают геи, лесбиянки и транссексуалы. Сюда принимают только мальчиков, считающих себя трансвеститами или геями. Говорят, что в обычных приютах для беглых подростков этой категории непросто. А здесь восемь воспитателей готовы создать атмосферу взаимопонимания для будущих членов гомосексуальной общины. И названа программа оригинально «Надежное место». Наши двери открыты для детей, биологически имеющих мужской пол. Это важно помнить, так как многие из тех, кто обращается к нам за помощью в определении своей ориентации, считают себя особыми женского пола. Ну, знаете, в 12-13 лет подростку не так просто определиться в своей жизни. А что вы предлагаете им в виде утешения? Каждому ребенку у нас индивидуальный подход. Мы помогаем им обрести уверенность в себе и в своих решениях. У многих детей проблемы с церковью, так как она не признает геев. Да и родителям чаще всего не нравится сын-гомосексуалист. Мы объясняем им, что это нормально — быть молодым, быть ребенком и искать ответы на вопросы. Ну, а если подросток принял решение поменять пол, ваша программа будет помогать ему? В 12 лет до этого еще очень далеко. Но, в принципе, мы готовы оказывать любую поддержку своим воспитанникам, достигшим совершеннолетия. Многие люди негативно настроены против гомосексуалистов и трансвеститов. Поверьте, я хорошо знаком со всеми стереотипами. Будучи сам геем, пережил немало в своей жизни и думаю, подросткам полезны встречи с такими людьми, как я. Они видят, что многие геи, трансы и бисексуалы ведут здоровый образ жизни. Мы стараемся знакомить их с членами обширной гомосексуальной общины. Мистер Хиггинс не скрывает, что никакого плана воспитания у него нет. По его словам, дело это новое и все учатся в процессе работы. Но главное, что финансирование этой импровизации идет из карманов американских налогоплательщиков. 13-летний Марис Веб попал в надежное место 6 месяцев назад и, видимо, еще не совсем привык к любвеобильности своих воспитателей. Наконец-то я могу быть самим собой. Меня вечно осуждали за то, что я не как все. Иногда меня волнует, что про меня думают окружающие, но я уверен, что в будущем благодаря жизни здесь это пройдет. Когда я вырасту, то стану ветеринаром. Я очень общительный и легко сближаюсь с новыми людьми. А здесь такой классный район, и я люблю по нему гулять. В районе Челси и впрямь есть на что посмотреть. А для любопытного подростка, мечтающего стать ветеринаром, хваленные преимущества здорового образа жизни представлены здесь вполне наглядно. Но за три часа общения сотрудники приюта «Надежное место» так и не ответили нам на вопрос, где же родители этих детей? 40 тысяч подростков Нью-Йорка ежегодно убегают из дома. Госкомитет США по проблемам молодежи считает, что причины кроются в бедности, недостатке образования, расизме и отсутствии социальной поддержки для проблемных семей. Чтобы помочь папашим-рецидивистам адаптироваться в обществе после долгой отсидки и приручить одичавшего за годы разлуки ребенка, власти Нью-Йорка организовали специальные курсы. Но только опять потраченные деньги не приносят желаемого результата, потому что воспитывают матерых геттовцев, бледнолицы, молоденькие выпускницы психфаков. Одна из тем урока внимательный слушатель. На видеокассете как насмешка над реальностью, белокожая мама с дочкой. Девочка просит купить ей кофточку, но мама твердо говорит нет. 20-летняя учительница Кэти подводит итог. Надо спокойно и без нажима общаться с детьми. Но неудивительно, что прослушав лекцию, папаши решили сами преподнести учительнице урок. Знаете, вы рассказываете мне о каких-то чуждых проблемах. Если бы я жил на Вилле с белоснежными воротами и моего сына звали Питти, я бы сказал ему Питти, не выбегай из дома, так как я волнуюсь, что ты споткнешься и опрокинешь садовую лейку. Но я живу в гетто и я прошу сына не выходить из дома, потому что боюсь, что его застрелят. Финансовая ситуация создает массу стресса с детьми. Многие из нас имеют две, а то и три работы. Приходят домой поздно и я не стану ничего обсуждать, просто скажу, ты должен это сделать. Все не так просто и зависит от условий жизни. Каждый день привозят паром по реке Гудзон на остров Манхэттен тысячи человек. Толпа спешащих на работу людей вливается в полусонный город. Но наш фильм про тех, кого не ждут в больших корпорациях, чьи будни обременены не зарабатыванием на жизнь, а выживанием. За ослепительными огнями ночного Нью-Йорка кроется глубокая темнота и многолетняя безнадежность. Жизнь гетто, сумерки, которые корпоративная Америка пока не торопится освещать. Давайте спросим наше правительство, почему бы его не привлечь к ответственности. Оно же очень влияет на то, как развивается наше общество. Посмотри, что они делают. Забирают льготы у стариков, урезают медицинские страховки. А сколько агрессивных подростков? Потому что, когда ребенок дома голодает, он на все способен. А теперь они хотят опять вести обязательную армию, и все мальчишки уйдут на войну. Да, война для них — это деньги. А для нас много мертвых среди молодых ребят. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok